Модное увлечение вейпами – путь не только к тяжелым болезням, но и к депрессиям. Подростки любым способом находят возможность попарить или выкурить электронную сигарету. Мало того, рассказывают эксперты, иногда сами родители, чтобы раздраженного ребенка якобы успокоить, покупают вейпы. Но такое поведение подростка уже может быть свидетельством зависимости. У синтетического никотина такой термин существует в наркологической практике, как степень наркогенности, то есть как быстро вещество вызывает зависимость, в какой-то степени сравним с таким наркотиком, как героин. Лечение может оказаться очень длительным. Собственно, любая депрессия, возникшая из-за буллинга в школе или неблагоприятной обстановки в семье, быстро не излечивается. Примерно 20% пациентов с депрессией совершают суицид, завершенный суицид. И это, конечно, основная трагедия. Евгений счастный уверен, что при неблагоприятной обстановке в семье вовремя выявить психологические проблемы подростка могут школьные психологи. Именно им он отводит важную роль. Уходы с уроков, агрессия, раздражительность или наоборот, замкнутость подростка и постоянные слезы должны насторожить. И родителей в том числе. Это всегда повод обратиться к специалисту. Чем раньше начнется лечение, тем больше шансов на излечение. Чуть ли не два раза в неделю встречаемся с этим подростком. И активно работаем с его протестом принять вот этих социальных триггеров, скажем тогда, в положительном смысле. То есть он должен принимать эти ресурсы, чтобы себя вытащить. Чтобы мы не сразу ушли в эти антидепрессанты, которые не всегда бывают, к сожалению, эффективны. И тут понятно, биохимия, она должна быть нарушена, чтобы препарат вообще заработал. То есть тут никаких волшебных таблеток нет. Конечно, все вот эти вещи мы обязательно проговариваем с нашим пациентом, подростком, чтобы он, придя, не был уверен, что вот сейчас ему выпишут эту волшебную таблетку и все изменится. Мы, конечно, говорим о том, что это твое проактивное поведение. Либо ты выползаешь, либо ты уходишь с нами в таблетки на долгое время. Психиатры говорят, вытащить ребенка из депрессии, не дать скатиться в алкоголизм и наркоманию, предотвратить суицидальные наклонности, можно лишь, если за это возьмутся все заинтересованные. Врачи, родители, школьные психологи, собственно, ради этого и проводят подобные конференции. Пока статистику нельзя назвать положительной. К примеру, тот же показатель зарегистрированного количества подростков и детей, которые употребляют наркотические средства в Алтайском крае на 18% выше общероссийского. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев, День с толком.